в общем господа смотрите я зашпаклевал вот эту часть сейчас все перенес в комнату все розетки сделал заклеил двери будучи в коридоре штробить на длину но вот эту комнату которая за стеной здесь полностью все подготовил все коробки все под розетники высверлил отверстие и с этой комнатой уже все что дальше штробить буду вот так вдоль стены к той комнате сейчас просверлю для кабеля отверстие здесь тоже просверлю для клипсы кину клипсой это у меня будут тут по коридору выключатель найти их будет 31 здесь потом ходим тут и вот там возле двери и и вот так сейчас по прямой погоню до щита щит где-то тут наверно будет еще пока не знаю несколько дней вообще не снимал потому что не было времени а сегодня был в магазине забирал заказ со всех инструментов тут у меня на 1165 закупился выключателями два проходных взял вот этот проходной это перекрестный и вот проходной два проходных один перекрестный двойных два и одиночный 1 и в общем смотрите по ценам выключатель lizard белый одноклавишный одинарный 141 рубль lizard выключатель двойной два штуки по 168 рублей lizard выключатель проходной два штуки 227 рублей и выключатель промежуточный белый 234 рубля 1 и того сумма 1165 рублей и был еще в порядке решил таких же лизардов понабрать они в принципе там по цене выключатели такие же розетки немного дороже две двойные и две одинарные розетки взял по моему 280 а вот это то есть 180 в районе 200 чек просто не знаю не могу найти наверное забыл на кассе меня просто телефон отвлек гофра 20 тоже что-то там она рублей под 200 вот такие двойные коробочки и блин нигде не могу найти коробки тут поблизости точнее под розетники и обычных взял сколько у меня 6 штук на всякий случай вот это вот розетки гофра и под электрику да еще клей пва взял на ленту клеить в общем в итоге ну где-то 2 600 вот это вот стоит не знаю стоит оно того или нет раньше выключатели все эти были рублей по 150 розетки также но сейчас все практически ближится к 300 рублям и пойдемте покажу что эту за несколько дней сделал в общем посверлил потолок под гофру под клипсы проштробил вот эту линию в комнату в дальнюю такие особо грязные работы дел я просто запарился даже снимать некогда было коридор вот проштробил тут у меня тоже линия пойдет кондиционер запитал уже напрямую и вот думаю куда щит пялить и проблема в том то что щита будет два один под слаботочку а второй ну чисто под электрику но мне уже давно куплен давно лежит купил все двери я наверно уже показывал и по коридору смотрите сделал под выключатель штробу вот она мне тут наверх уйдет тут я все буду цеплять тут повыштрабливал провода чтобы понимать что куда шло также опустил на туалет выключатель ну и в принципе не знаю что еще я тут такого разобрал шкаф потому что тут с ним нереально было его на три части разобрал и двигал то туда то сюда чтобы штробить отмыл стены кстати от вот этой всей фигни вот так стены выглядят сейчас а вот такие зеленые они были до этого ну видите да в очередной раз прогрунтовал стену сейчас буду крепить сетку степлером начал шпаклевать вот эту стену где заложено на дверь было в принципе уже более-менее подровнял еще конечно надо будет слой накинуть я думаю завтра это уже будет готово а сегодня вот такой сеткой полностью по пристреливал с внутренней стороны но со стороны комнаты вот так все полностью прошел степлером ну и сейчас наверное начну штукатурить смотрите что у меня тут уже получилось прошпаклевал уэсби в один слой здесь вот по этой стене здесь уже в два слоя но слой второй делал очень тонкий и вот кое-где еще сетка торчит поэтому буду сейчас наверное счет дошпаклевывать тонким слоем эту стену также прошпаклюю второй слой вот эту стену полностью зашпаклевал вот это где была дверь проем вмонтировал все подрозетники по этой стене также установил выключатели там подрозетник здесь установил подрозетник все дырки позамазал которые были и что у нас по коридору набил сетку по всей стене вот по вот этой вот где дверной проем вот здесь степлером стрелял в общем на вот это вот на вот это вот это и вот это и с внешней стороны вот эта стена и вот эта стена с заворотом вот заворот вот до сюда сетка ушло у меня два рулона сетки 20 метров но еще вот там где дверь была тоже там кусок сетки задействовал вот здесь вот это место восьмидесятая дверь была проем 90 в общем сетка вся ушла от степлера осталось три обоймы но еще в степлере наверно половина в общем такие вот расходы и буду сейчас мешать шпаклевку мешаю кстати своим китайским шуруповертом отлично справляется лучше дрели моей которая у меня бошевская дрель 650 ватт так что вот этот шуруповерт срабатывает лучше всем привет друзья докупил сетку буду сейчас зашивать вот эту вот сторону это проход на кухню тут у меня мешки в этой стороне и но не могу я нормально снимать жара сейчас стоит страшная днем до 35 на солнце у меня вообще шкалит на балконе термометр что-то 48 там ну просто нереальная жара поэтому торс голый просто ну работать невозможно все течет кондиционер работает целый день и сейчас буду пристреливать сетку по остатку стены представляю сетку к стене тут у меня ячейка поменьше чем было и просто на степлер пристреливаем чтобы сетка шла ровно я вот поднатягиваю вот так и тоже пристреливаю чтобы никаких не образовывалось вздутости потом когда шпаклюешь она мешает если сетка не натянута что еще хочу сказать где скрепка бывает не добивается до конца добиваем молотком и сетка осталась еще там на дверь а а а Хочу вам показать, что сделал за последние несколько дней Смыл краску вот с этой стены Это единственная стена осталась, которая не заштукатуренная Вот так кусок Прошпаклевал в два слоя, кое-где даже в три Вот здесь вот наверху, вот в этом углу Прям в три слоя зашпаклевал стену Полностью всю эту стену, где была раньше дверь Вот так это выглядит Полностью все зашпаклевано Но этот угол тоже, вот осталась только вот эту часть Вверх и вот где кондиционер Сегодня вмазал кабель Это на свет будет проходной Также за сегодня Сетку набил на вот эту всю стену И наверное сегодня еще попробую заштукатурить уже Вторым слоем Сейчас в магазин схожу и начну штукатурить И в этой комнате, вот тут где будет дверь Тоже видите, заштукатурил Вот так кусок ламината Прикрутил, сверху тоже все проштукатурил Сейчас откручу, покажу как без него Ну в общем смотрите, вот так получилось Тут подосочки Все это отштукатурилось Ну вот так более-менее ровно В принципе пойдет В общем работы еще много Мы будем сейчас ее делать Субтитры сделал DimaTorzok